Издательство Эксмо. Тьма в хрустальной туфельке. Посвящается Роузе, Джесс, Джорджи и Вэй. За всю поддержку и вдохновение. В общем-то, всё это их вина. Часть первая. Если б кто-то застукал Элеонору, её бы уволили на месте. Дом поскрипывал, погружаясь в сон, и зной последних дней августа тихо ускользал в ночь. Элеонора единственная бодрствовала. Ступая тихо, она казалась почти бестелесной, словно пламя. Могла проскользнуть мимо холодных каминов и укрытых чехлами от пыли кресел, похожих на ледники, оставив позади лишь лёгкое движение воздуха, словно дуновение ветерка. Элеонора прокралась в библиотеку. Свет свечи робко касался стен. Тёмные корешки книг были рядами окон, только и ждущих, чтобы их открыли. Открой одно, и узнаешь секреты османских дворцов. Откроешь следующее, и увидишь уходящую за горизонт пустыню. Особняк Гран-Боро исчезнет. Элеонора улыбнулась. Да, ради некоторых вещей стоило рисковать быть уволенной, особенно если хозяин покинул дом на весь вечер. Элеонора поставила свечу и огляделась. Влажные экваториальные леса в жаркой дымке. Версаль, сверкающий в темноте, словно упавшая на землю звезда. Верона, Джульетта на балконе, вздыхающая в темноту. Это был идеальный вечер для стихов. Девушка могла бы вытянуть ноги и тихо шептать сонеты в неспешной, знойной тишине. Но тогда она заплачет, и миссис Филдинг непременно заметит это уже утром. Лучше сохранить лицо непроницаемым, чтобы экономка не любопытствовала. Элеонора заперла дверь и снова спрятала ключ от библиотеки в рукаве. Она украла ключ. Сняла с шатленом миссис Пембрук. Хотя хозяйка дома и умерла более трех лет назад, Элеонору все еще охватывал стыд, когда она рылась в вещах миссис Пембрук. Примечание. Шатлен. Декоративный пояс или аксессуар, к которому крепятся различные предметы, например, ключи, часы, ножницы, печати и прочее. Конец примечания. Не то, чтобы та была против. Последние несколько месяцев своей жизни женщина провела лежа на подушках, рассказывая Элеоноре, как заботится обо всем, что она унаследует согласно завещанию миссис Пембрук. Ключ показался Элеоноре тяжелым, словно оковы. Миссис Пембрук никогда бы не пожелала увидеть, как девушка пробирается по дому, словно воровка, просто чтобы почитать. Хозяйка дома вообще не хотела, чтобы Элеонора стала служанкой. Версаль, Верона, может быть, даже тропический лес. Во все эти места Элеонора могла бы отправиться, если б только миссис Пембрук была жива. Горло подкатил ком. Миссис Пембрук планировала взять Элеонору в путешествие по Европе, когда та станет достаточно взрослой, чтобы вступить в высшее общество. И вдруг все это показалось ужасно жестоким. Все эти истории о путешествиях, разложенные перед ней. А ведь когда-то она была так близка к тому, чтобы воочию увидеть эти места, о которых здесь было написано. Элеонора постаралась встряхнуться и велела себе не расстраиваться. Она взяла с полки кольцо Фейри, и как только книга оказалась у нее в руках, сразу же почувствовала себя лучше. Отпечатки ее пальцев, конечно же, поменьше, чем сейчас, отмечали оглавление. А обложка на уголке сзади была чуть потрепана, поскольку Элеонора все время теребила его, когда читала. Когда девушка устроилась в своем любимом кресле с книгой в руках, душа щеком в горле растаял. В свои семнадцать она уже знала, что давно пора вырасти из всего этого. Но так трудно было расстаться с миром, где росли деревья с нежными золотыми и серебряными ветвями, а в прохладной чистой воде таились странные создания. Элеонора позволяла себе заблудиться на узких тропках, петляющих через темный лес, страстно мечтала уметь превращать солома в золото, и завидовала двенадцати братьям, которые превратились в лебедей. Это казалось таким прекрасным — стать белоснежной птицей, которая может лететь куда угодно. Когда часы пробили полночь, девушка поставила книгу обратно, убедившись, что устроила ее на место точно так же, как прежде. Звон был тихим, но звук тяжело отдался в груди Элеоноры, словно свинцовая гиря. Старое воспоминание пробилось на поверхность ее мыслей. Ей было девять, и она свернулась к клубочкам, прижавшей спиной к ножке железной кровати, когда другие, более дешевые и более жестокие часы, пробили полночь, но Элеонора стряхнула его. Не стоит сейчас думать о собственной матери. Где-то снаружи по брусчатке прогрохотала карета. Девушка вздрогнула и чуть не уронила свечу. Сердце колотилось. Этим вечером мистер Пембрук собирался поужинать в своем клубе. Что, если он передумал и вернулся пораньше? Элеонора замерла у двери, прислушиваясь, беря себя в руки. Если она успеет прошмыгнуть быстро, никто даже не догадается, что она покидала свою комнату. Девушка прокралась обратно по лестнице для слуг и проскользнула в свою коморку, постаравшись не вздрогнуть при виде голых досок, железного каркаса кровати и бесполезного обрывка занавески, безвольно свисающего на окне. Субтитры создавал DimaTorzok